Сегодня мы начинаем беседы по библейским книгам и мы приступим к изучению книги Бытия. И этот цикл лекций будет называться «Гибель Первого мира». То есть мы будем с вами говорить о тех событиях, с которых начинается библейское повествование и до гибели Первого мира в водах потопа. Почему это всё очень знаменательно? Потому что Христос говорил, как было во дни перед потопом, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, как внезапно, то есть внезапно наступил конец Первого мира, который погибает в водах потопа. Второй мир – это мир, в котором мы с вами живём, он, как учат святые апостолы, сберегается для огня. Сегодня у нас вступительная беседа, и мы поговорим с вами об общих принципах исследования Священного Писания и что такое Священное Писание в целом. Священное Писание в христианской традиции – это книги Библии, Ветхого и Нового Завета. Само слово «Библия», по-гречески «библос» означает «собрание небольших книг», то есть библиотека, некое собрание книг, скажем так, под одной обложкой. Книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском языке, и они были написаны до нашей эры, то есть до Рождества Христова, и только некоторые фрагменты книг Ветхого Завета, они были написаны на арамейском языке. В основном это фрагменты из книги пророка Даниила. Книги Нового Завета написаны на древнегреческом языке, так называемый «коине диалектус», то есть язык простых людей. То есть это не какой-то язык философов, а язык, собственно говоря, простых людей. Собственно говоря, это древняя христианская традиция излагать истинные веры очень простым языком. Так, например, перевод блаженного иронима, он так и называется «вульгата» от слова «фулгус», «фулгус» – «народ», от этого происходит «вульгарный», то есть «народный» перевод, то есть простым, понятным языком. И мы с вами знаем из Писания, что Христос разговаривал с людьми, очень на простом языке. Он говорил с рыбаками о ловле рыбы, это его притчи, с крестьянами о том, что вышел сеять и сеять. У него даже была притча для домохозяйки. Помните притча, в которой рассказывается о том, как женщина потеряла монету, и она стала ее искать, она зажгла светильник, стала все выметать, пока она не нашла эту монету. То есть божественное откровение, обращенное к человеку, оно излагает истинные веры на очень простом языке, доступном и понятном. Более того, некоторые специалисты в области изучения древнегреческого языка утверждают, что некоторые тексты, написанные апостолами, они не просто написаны на простонародном языке, но там допускаются даже грубые выражения. Особенно вот Евангелие от Марка, послание Петра и в некоторых случаях послание апостола Павла. То есть говорилось все очень просто. Очень просто. Не было никаких заумных фраз. Таким образом, текст Библии, он одинаково доступен и мудрецу, и философу, и ребенку, и мужчине, и женщине. То есть любой человек может исследовать этот текст и находить для себя в нем Бог откровенные истины. Еврейская структура Библии, то есть Ветхий Завет, последняя книга Ветхого Завета была написана где-то в V веке до Рождества Христова. В V веке до Рождества Христова. И если говорить о особенностях еврейского текста, надо понять, что язык Библии, книг Ветхого Завета, это семитский язык. Он не входит в группу индоарийских языков. Там другая конструкция построения предложений и другая система надписания слов. Самый близкий язык к еврейскому, это, собственно говоря, арабский язык, который тоже принадлежит к семитской группе языков. И особенности вот такой речи, они требуют некоторого пояснения. Они требуют некоторого пояснения. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что изначальный текст книг Библии записывался только согласными буквами. Никаких гласных не было. В тексте об этом мы уже немножко говорили. Система расстановки гласных – это то, что относится к преданию. Слово «предание» по-еврейски – «масура», по-гречески – «парадосис». Предание – это то, что передается из уст в уста. И с древних времен люди знали эту систему правильных огласовок еврейских слов Ветхого Завета. Ну а если вспомнить, что еврейский текст к тому же не делился на слова, и не было никаких заглавных букв, то, конечно, и это совершенно очевидно, с самого начала Бог дал текст как бы в двух измерениях. Это буква, только согласные, то, что называется в еврейской традиции письменная тора. и устная тора, то есть система разделения текста на слова, разделение текста на слова, на некие отрывки смысловые. В еврейской традиции это 54 отрывка на пятикнижие Моисея. И где какую гласную ставить? А так как к пятому веку нашей эры евреи уже находились тогда в изгнании и все меньше сохранялось людей, которые могли правильно ставить огласовки и возникали иногда разночтения, то в Тиверии возникает группа масоретов, которые стали проставлять гласные. Они стали проставлять гласные и делить текст на слова, то есть отделять одно слово от другого слова. И эта работа, она началась в Тиверии в пятом веке и окончилась где-то к девятому-десятому веку нашей эры. Очень авторитетный список масоретского текста. Это известный ленинградский свод, ленинградский свод, который хранится в нашей стране и он считается очень авторитетным. был алепский свод, но он не сохранился, поэтому вот в полном объеме есть то, что есть. Это прежде всего, конечно, ленинградский свод. Мы имеем также древнейший перевод Библии, который был сделан в третьем веке до Рождества Христова. Это перевод еврейской Библии Ветхого Завета на греческий язык, который называется Септуагинта. Септуагинта или перевод семидесяти. В православной традиции почитается праведный Симеон, богоприимец, который по по преданию был одним из переводчиков еврейского текста на греческий язык. И по преданию по преданию когда делался этот перевод, то греки, которые не доверяли евреям, а перевод делался по заказу Александрийской библиотеки, по личному указу фараона Птолемея, они как бы изолировали каждого переводчика одного от другого и поместили их всех на острове. И Симеон был одним из переводчиков и когда он переводил книгу пророка Исаии, он увидел там слова «Сидева в очреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил». И Симеону показалось это очень странным. И он решил слово «дева» вырезать из еврейского свитка, это были кожаные свитки, и заменить словом «женщина», потому что если примет, родит, то какая же она дева? И когда он хотел это сделать, в это самое время явился ангел белоснежный в его келье, осеянный светом, который ему сказал «Симеон, ты будешь жить до тех пор, пока ты не увидишь деву, которая родит». И проходили десятилетия и столетия, Симеон жил, он переселился в Иерусалим, и каждый день приходил в храм, куда на сороковой день приносили детей для благословения, и родители детей приходили тоже в храм, чтобы принести жертвы за очищение. За очищение. Как правило, приносили голубицы. И однажды, когда он пришел по некому вдохновению, он увидел эту деву, и Дух Святой ему открыл вот та дева, которая родила и осталась девой. Это описывается в Евангелии от Луки. Он взял на руки младенца Иисуса и сказал «Ныне отпущайше раба твоего владыка по глаголу твоему с миром». То есть Симеон устал уже жить, умерли все его родные и близкие, его друзья. Он каждый день приходил в храм и всматривался в детей, в их матерей, которые приносили их в Иерусалимский храм. А тогда был просто один храм на всей планете, посвященный Богу, только Иерусалимский храм. Никаких других храмов не было на Святой Земле. Синагоги это не храм, храм был только на горе Мариа и только в Иерусалиме. А синагоги это были такие дома учения, дома молитвы, где люди собирались, прежде всего для того, чтобы осуществлять общественную молитву в формате миньян, то есть когда 10 мужчин собираются на молитву, и читать и исследовать закон Божий и другие книги Священного Писания, тем более, что уже тогда в юридской традиции на каждый день для чтения предназначался определенный отрывок из Пятикнижия Моисея и позже появилась система Гавтород, когда читали тексты, которые по смыслу были близки к тексту Пятикнижия. Гавтород возникает тогда, когда греки, которые одно время контролировали Святую Землю, они запретили евреям читать Тору Пятикнижия, потому что делалась попытка ассимиляции евреев в языческий мир. А евреи, в общем-то, были люди законопослушные, они согласились с этим, но они подобрали из других книг Ветхого Завета тексты, которые по смыслу они подходили под каждый раздел Тора. Но то, что мы сейчас называем параллельные места. Вот в каждой Библии, когда мы смотрим, там указываются другие книги, главы стихи. Это параллельные места, то есть с таким же смыслом. И люди со временем так полюбили Гавтород, что до сих пор они читают и определенный отрывок, и Гавтород, то есть текст, созвучный по смыслу из других книг Ветхого Завета. Ветхий Завет в еврейской традиции называется Танах. Танах – это аббревиатура трех слов. Тора, то есть закон, Пятикнижие Моисея, Набиим – это пророки, и Катубим – Катубим – это Писание. Получается Танах. Тора, Набиим, Катубим. Причем расположение книг в еврейском Танахе отличается от расположения книг в христианском Ветхом Завете. Но это те же самые книги, это одни и те же книги. Потому что христиане с самого начала признали, что исходным является все-таки еврейский текст, хотя в христианской традиции особое отношение было к Септуагинти, к этому греческому переводу книг Ветхого Завета. И у блаженного Августина в его работе, которая называется Ограде Божьем, мы находим такое рассуждение. Блаженный Августин настаивает на том, что тот же самый Дух Святой, который вдохновлял пророков на написание текстов Ветхого Завета, а они писали, будучи вдохновлены от Духа Святаго, как сказано в самой Библии, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божьи, будучи движимы Духом Святым. Так вот, блаженный Августин совершенно неожиданно говорит, что тот же самый Дух Святой вдохновлял составителей Септуагинты. И Августин обращает внимание на разночтение между Септуагинтой и еврейским текстом исходным и говорит, там, где в Септуагинте есть то, чего нету в еврейском тексте, это Дух Святой так умудрил переводчиков, а там, где в самом еврейском тексте есть что-то, что как бы попустили составители Септуагинты, это тоже действие того же Духа. И Августин предлагает такую иллюстрацию. Например, мы читаем пророка Исаии, но если мы читаем потом пророка Иеремии, мы у Исаии находим то, чего нету у Иеремии, а у Иеремии находим то, чего нету у Исаии. То есть он считал, что изначально еврейский текст и Септуагинты, греческий перевод одинаково Богов Духновенная. Собственно говоря, древние отцы церкви, такие как Ансел Тауст, Василий Великий, Григорий Богослов, почти все греческие отцы, они пользовались Септуагинты. Септуагинты есть в переводе на русский язык. Этот перевод осуществил Юнгеров конец 19-го, начало 20-го века, были публикации этого перевода. Он перевел всех пророков, великих и малых пророков, и он перевел все учительные книги, псалтырь, и фрагмент книги Бытия не до конца. Все это издано в наше время, и каждый желающий может эти книги приобрести, они стоят какие-то копейки. Издание было осуществлено издательским советом Московской Патриархии в трех томах, и там дается параллельно церковно-славянский текст и русский перевод септуагинты. Вы спросите, а зачем церковно-славянский текст? Кирилла Мефодий переводили именно септуагинту греческую. И если мы можем читать на славянском, это великое преимущество, у нас полные септуагинты. Поэтому когда мы читаем Библию на церковно-славянском языке, это нормативный канонический текст нашей церкви. Кстати, в отличие от синодального русского перевода, который не может считаться нормативным текстом, потому что решением синода, когда разрешалось его употребление, была предложена такая формулировка для благочестивого домашнего чтения. Для благочестивого домашнего чтения. То есть он не предназначен для богослужебного использования и для богословских экзогетических изысканий, в отличие от церковно-славянского текста, от той же фульгаты, в отличие от латинской, от еврейской массуры и так далее. Но надо заметить, что синодальный перевод Библии был выполнен столь грамотно, что гебраисты, если говорить о переводе Ветхого Завета, считают, что это один из лучших европейских переводов. Это один из лучших европейских переводов книг Ветхого Завета на один из европейских языков, то есть на русский язык. Не все могут пользоваться славянским текстом, но я бы рекомендовал привыкать к славянскому тексту. На самом деле он не сложен для русскоговорящего человека, и если мы будем регулярно вчитываться в текст славянской Библии, это принесет нам как бы двойное благословение. С одной стороны это калька септуагинты с богов духовеного текста, о чем настаивает Августин. С другой стороны это труд святых равнопостольных братьев Кирилла и Мефодия. А синодальный перевод переводили иногда семинаристы и академисты, но тогда они были очень грамотные, конечно за каждую книгу отвечал определенный человек, мы знаем, что книгу Бытия переводил святитель Филарет Дроздов, были другие переводчики, Плавский и другие, которые очень грамотно они осуществляли перевод. Но в любом случае этот текст, текст русской Библии, он не считается нормативным текстом русской православной церкви Московской Патриархаты. Он грамотный текст, он один из лучших переводов на европейские языки, но есть некая эклитичность в этом тексте, потому что составители синодального текста, они отталкивались и от массоретского текста, и от септуагинты, и от славянского текста, и есть целая группа цитат, которые отталкивались только от вульгаты. Но вульгаты для нас тоже священный текст, потому что это блаженный ироним. Святой Отец, пустынник, великий подвижник, великий библеист древности, который, собственно говоря, осуществил первый христианский перевод книг Ветхого Завета и книг Нового Завета на латинский язык. Но вернемся к самому библейскому тексту, прежде всего Ветхозаветному. Мы с вами обратили внимание на то, что есть деление текста на закон пророков и Писание. Кстати, если мы внимательно читаем Новый Завет, там признается только такое деление текста. Сказано «Изъяснял им из закона пророков и Писаний». То есть «Исторы набиим пророки катубим Писания». Иногда говорится отдельно о псалтыре из псалмов. Из псалмов. В еврейском разделе пророки содержатся исторические книги. В разделе «Ранние пророки» мы находим книгу и Иисуса Навина, и книгу судей, и книги царей. Не потому, что они пророческие книги, они были написаны пророками. Они были написаны пророками, поэтому они относятся к разделу «Ранние пророки». Например, в Евангелии от Матфея мы находим такие слова «Как говорили пророки, он назареем наречется». Как сказано у пророков, он назареем наречется. А почему слово «пророк» во множественном числе имеется в виду раздел еврейской Библии, то есть второй раздел, который действительно во множественном числе не пророк, а пророки, и имеется в виду книга судей, где назареем был наречен кто? Самуил? Извините, Самсон. Самсон. Мать его дала обет, что если у ней родится сын, она не будет стричь ему волос, и он будет назареем как бы от чрева матери своей. И Матфей как бы косвенно указывает на этот текст и говорит сказанное у пророков. Хотя для нас пророки – это только пророки. Это Исаия, Даниил, малые пророки, Иремия, Эзекииль и так далее. Если говорить о первой части Библии, о Пятикниже, само название Пятикниже указывает на пять книг. Первая книга – Бытие, вторая книга – Исход, третья книга – Левит, четвертая книга – Числа, и пятая книга – второзаконие. Историческое повествование мы находим в книге Бытия и в начале книги Исход, в начале книги Исход, где-то до двенадцатой главы, а в целом, конечно, в корпусе Пятикнижей содержатся законы. Собственно говоря, еврейское название книг давалось по первому слову, с которого начинается та или иная книга. Таким образом, книга Бытия по-еврейски называется Берешит. Берешит, то есть в начале, в начале. А книга Исход начинается словом Шмот, и так и называется в еврейской традиции. Шмот – это имена, имена, она так и начинается. Вот имена, вот имена. Ну и, следовательно, книга Левит называется Ваекра и Возвал чисел Беметбар в пустыне и второзаконие Дворим. Дворим. Где как бы повторяются все законы. В Пятикнижии содержатся две редакции законов Божьих. Первая редакция в книге Исход, где с 12-й главы там перечисляются разные законы, уставы и постановления Создателя. Вторая редакция – это книга Второзакония. И как я уже объяснял, когда мы с вами говорили о законе Божьем, разница между двумя редакциями та, что в том виде, в каком законы излагаются в книге Второзакония, они значительно строже. Почему? Потому что между книгой Исход, скажем так, и книгой Второзакония было падение еврейского народа в культ Золотого Тельца. И Вторая редакция сделала закон значительно строже, чтобы удалить людей от возможности нарушить закон. То есть Бог, Он вправе делать закон более строгим. А с точки зрения христианской Господь Иисус Христос еще более строже сделал закон. Это мы видим в Нагорной проповеди, мы об этом тоже говорили, когда Иисус Христос вскрывает нравственные причины совершения тех или иных грехов. Тот, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Тот, кто гневается на брата своего напрасно, уже человек убийца. Уже человек убийца. Таким образом, христианское понимание закона Божия, оно более строгое, чем нежели иудейское, которое требовало именно формальное исполнение неких принципов. И Христос прямо говорил, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, то вы не войдете в Царствие Божие. Превзойти это значит достигнуть их уровня и подняться на более высокий уровень. В христианской традиции это делается с помощью благодати. Человек сам не способен возвыситься до Богообщения, и он нуждается в том, чтобы благодать, которая изливается от Духа Святаго в тварных божественных энергиях, в наши сердца, она бы способствовала делу осуществления домостроительства нашего спасения и восстановления человека в его прежнем достоинстве, то есть то, что мы называем обожением, когда Бог создал человека по образу и подобию своему. Книга Бытия. С Божьей помощью мы займемся изучением книги Бытия, есть несколько классических комментариев на эту книгу. Прежде всего, это комментарий святителя Иоанна Златоуста. Это целый сборник гамилей или слов на эту книгу. Златоуст очень подробное такое исследование осуществил этого текста. Самое начало книги Бытия в первой главе описаны события шести дней творения. Есть такой жанр в христианской экзегезе, как шестодневы. Мы имеем шестоднев Василия Великого, свидетеля. Есть шестодневы других христианских авторов и Амброси Медиаланский здесь. И такой интересный комментарий составил в свое время Блаженный Августин. У него как бы две версии есть комментариев на эту книгу и одна версия тоже может быть названа шестодневом. Есть издательство. Это издательство называется Герменевтика. Это издательство выпускает книги Священного Писания с комментариями святых отцов и других учителей церкви только до восьмого века. То есть тех, которые жили только до восьмого века. Это древнехристианские экзегеты, которые жили в классический период единой Христовой Церкви. То есть период Вселенских Соборов, когда Церковь прозглашала великие догматы веры, на которых и основывается суть нашего православного исповедания. Структура этого текста в этой книге очень такая простая. Дается текст Священного Писания, А потом на один и тот же стих или отрывок комментарии разных отцов и учителей церкви вот этого древнего периода. Вышло, по-моему, уже 22 или 23 тома. Но лучше всего, если вы захотите приобретать, в интернете найдите издательство германевтика, закажите у них по почте, это будет значительно дешевле, чем нежели если бегать по книжным лавкам в Москве и собирать эту серию. Эта серия продолжается, это будет 30 с чем-то томов, но это лучшее, что есть на русском языке. Собственно говоря, это действительно лучшее, что есть на русском языке, хотя есть некоторые вопросы к этим комментариям, но в целом это очень удачный проект. Есть также так называемая толковая православная Библия преемников Лопухина. Лопухин это известный такой библеист православный, который трудился в 19 веке и вот на рубеже 19-го начала 20-го века группа, которая была им создана, они выпустили комментарий на все книги Ветхого и Нового Завета. До революции этот комментарий выходил в 12 томах, сейчас их тоже можно приобрести в 12 томах, но было издание в 3 томах на тонкой рисовой бумаге, текст тот же самый, сейчас приобрести православную толковую Библию несложно. Она есть в разных изданиях, она доступна также на просторах интернета в разных форматах, и каждый желающий сможет ее приобрести или скачать на некий электронный носитель и читать эту книгу. Но вернемся к особенностям ветхозаветного текста. Как я уже сказал, еврейский текст это не индоарийская группа, это семитская группа языков, и он вообще ни на что не похож. И в этом смысле есть некоторые правила прочтения любого такого текста. А в чем они заключаются? Считается, что есть несколько уровней прочтения этого текста, и древние экзегеты говорили, что есть четыре уровня. Первый уровень в традиции в ветхозаветной церкви, а до того, как завица в храме не разорвалась надвое, когда умер Христос, до этого момента, конечно, Израиль это церковь Бога была, потом, конечно, возникает новая церковь в день Святой Пятидесятницы. Но, значит, традиция в ветхозаветной церкви, она устанавливалась с древнейших времен, что есть как бы четыре основных уровня прочтения текста. Первый уровень называется в этой традиции Пшат, что такое Пшат, если мы снимем какое-то событие на видеокамеру, а потом дадим людям посмотреть, вот это есть Пшат, это взгляд со стороны. Это историка нравственно-назидательная как бы система истолкования текста. как правило мы обнаруживаем такую систему истолкования у отцов антиохийцев Василия Великий, Григория Богослов и Анна Златоустова. Они придерживаются вот этой нравственно-исторической традиции отношения к тексту, исследования текста и его изучения. Другой уровень назывался у евреев Ремис. Ремис это намек. Намек. Что такое намек? Это когда мы читаем текст и вдруг мы в тексте обнаруживаем какую-то шероховатость. Ну вот я часто привожу пример. Например, начало на горной проповеди. И он отверши уста своей учил их говоря. Ну кто ж так говорит-то? Трижды об одном. Отверши уста учил говоря. А как это на русский перевести? Открыв рот учил говоря. Вот когда мы встречаем в библейском тексте что-то подобное, это Ремис намек, который заставляет нас остановиться и задать себе вопрос, а почему так сказано? Так же не говорят. и посмотреть комментарии. И комментарии нам подскажут, почему сказано именно так. Хотя с точки зрения литературных правил это тавтология трижды об одном. А отцы дают комментарии. Истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит. Христос учил и своим молчанием, и своим поведением, и всем образом своей жизни. А вот в этом случае он учил отверши уста, говоря. И плохой учитель, который учит только словами, но никаких дел нету за этими словами. Как Христос говорил, на Моисеем седалище сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Ремис это именно какая-то внешняя неточность текста. Ну, например, еще один Ремис. Это не бросается как бы нам в глаза, мы привыкли к таким фразам в Библии, Господь есть Бог. Извините, а разве мы не знаем, что Господь Бог? Мы знаем. Почему же сказано Господь есть Бог? Так мы знаем, что Господь это Бог. Это Ремис, который заставляет нас обратить внимание на два имени Божьих, которые наиболее часто встречаются в Ветхом Завете и в Новом Завете. Особенно в Ветхом Завете мы видим чередование этих двух имен. Библия начинается с Божьего имени, которое мы в славяно-русской традиции воспроизводим словом Бог. Бог. Это перевод с греческой септуагинты феос – Бог. А феос составители септуагинты перевели еврейское слово элогин, которое означает правосудность, судья. милостивый, поэтому всегда, когда будете встречать слово Бог, думайте о строгости. А Господь, Господь, в славяно-русской традиции, по-гречески кириус, по-еврейски Яхве, это как бы мера божественного милосердия. И когда в книге Исход провозглашается имя Господа, там об этом говорится, что Он милостивый, человеколюбивый и так далее, и так далее. И когда Библия говорит, Господь есть Бог, что нам хочет сказать Библия? Милосердный Он же и правосудный. То есть ты об этом не забывай. Милосердный Он же и правосудный. В противном случае совершенно непонятно, о чем это. Господь есть Бог. Мы и так знаем, что Господь есть Бог. В чем проблема? Проблема в том, что все имена Библии это говорящие имена. Все имена в Библии это говорящие имена. И нету ни одного имени в Библии, которое было бы имя без смысла. И когда мы исследуем Писание, мы должны обращать внимание на эти говорящие имена, потому что исследуя эти имена, мы сможем с вами понять вообще, о чем это. О чем это здесь рассказывается. Но вернемся к двум именам Божьим Господь и Бог. Как правило, имя Бог встречается в тех случаях, когда говорится только о правосудности Творца, когда Он действует только как законодатель. Например, мир творится только на основах правосудия. В первой главе книги Бытия нету Слова Господь. Там везде Бог, Бог, Бог. Слово Господь встречается во второй главе книги Бытия, когда говорится о сотворении человека. То есть мир природы творится только на основах правосудия, потому что мир природы подчиняется законам природы, которые устанавливает Творец. Зачем там милосердие? Там именно основа правосудия. Но когда Бог творит человека, а человек наделен свободной волей, Бог, конечно, понимает, что он не может творить человека только на основах правосудия. И там мы видим, вместе оказываются два имени. И создал Господь Бог человека из праха земного. Вот это словосочетание Господь Бог, мы его часто встречаем в молитвенных текстах византийской традиции восточно-христианской. Это самое идеальное словосочетание. Это значит божественное милосердие, божественная правосудность уравновешенная. Суд и милость встретились и облабызались. То есть гармония. Никто не злоупотребляет Божьим милосердием и никто не злоупотребляет в божественном правосудии. Но Бог творит человека не без милости, потому что Он сотворил человека, наделенного свободной волей. И конечно Бог знал, что человек будет использовать свою свободную волю иногда недолжным образом. И чтобы обезопасить человека, Господь творит его не только на основах правосудия, но и на основах милосердия. Потому что если бы человек был бы сотворен только на основах правосудия, как только человек согрешил его, надо было бы уничтожить. В день, в который ты вкусишь от них, то есть от плодов древа, познания добра и зла, смертью умрешь. Но так как человек был сотворен не только на основах правосудия, но и милосердия, Адам смог прожить еще длительный промежуток времени 930 лет. По-моему, немало. Хотя у Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Скажем так, Адам не дожил до окончания этого дня, который начался для него в раю, 70 лет. Потому что у Бога один день как тысяча лет, тысяча лет как один день. Далее. давайте посмотрим на вступление книги Руфь. На примере этого вступления, то есть первых стихов этой книги мы сможем оценить, что такое говорящие имена. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». Вот здесь Ремис присутствует. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». А как это связано? Это всё равно, что кто-то напишет. «В то время, когда президентом был Медведев, были пожары вокруг Москвы». Помните, были такие пожары там всё. Ну а при чём тут наш президент уважаемый Дмитрий Анатольевич и пожары вокруг Москвы? «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». А как это связано? Это Ремис это шероховатость. На самом деле Писание говорит остановись и задумайся. Может быть, ты не так читаешь этот текст. И предлагается следующее прочтение. «В те дни, когда судили судей, то есть осуждали духовенство, в наказании за это случился голод на земле». Судьями были религиозные вожди еврейского народа и на самом деле речь идёт о том, что их осуждали. «И пошёл один человек из Вифлеема иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких». Вот когда в Библии не называется имя человека, а говорится о неком действии, Писание как бы стыдливо замалчивает его имя, этим самым показывая неудовлетворение Богом этим действием. и напротив, когда в Библии мы видим удвоение имени человека, помните, Авраам, Авраам, Моисей, Моисей, Самуил, Самуил, это особое одобрение человека, или имя появляется человек, потом пропадает, потом говорится он пошёл, она пошла и так далее, это тоже как бы неудовлетворение неким действием. То есть этот человек из Вифлеема иудейского, он уходит в поля Моавицкие искать в языческих землях хлеба, пропитание для себя. А извините, Вифлеем по-еврейски Бет-Лехем переводится как дом хлеба, то есть случился голод, в доме хлеба, потому что осуждали судей, плохо говорили о духовенстве. И ниже говорится имя того человека Элемелех, Элемелех, это имя состоит из двух слов, Эль, то есть Бог, Мелех, Мелех царь, получается Божий царь, вот такое имя было у этого человека, он был из дома патриарха Иуды, теоретически можно предположить, что ему имя дали в пророческом озарении, и он мог стать царем над евреями, если бы он правильно себя ввел, но он не оправдал свое имя, он пережил разочарование в собственном народе, а один верующий никогда не должен переживать разочарование по поводу других верующих, это запрещено. А вот дальше имена имя жены его Ноеминь, Ноеминь это приятное, приятное, то есть приятное во всех отношениях, и действительно мы увидим, как ее полюбят ее снохи, что не хотят с ней даже расставаться, не захотят с ней расставаться, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Махлон – это болезнь, но кто ребенку даст имя болезнь? То есть имя было дано в неком пророческом озарении, как символическое действие, потому что этот Эля-Мелех был судья в своем народе, в Бетлахеме, в доме хлеба, и он видел этот Божий Царь, правитель, что его народ ведет себя неправильно, осуждая духовенство, и он, когда у него родился сын, дает имя болезнь, чтобы им показать всем, вы больны. У него рождается другой сын, он дает ему имя Хелион, Хелион – это вообще мор эпидемия, если болезнь можно исцелить, а в еврейском языке со словом болезнь сходно слово, которое у нас переводится как раскаяние, раскаяние, то есть больной человек может раскаяться, пережить обращение к Богу, а когда дается имя Хелион, Кильон, все, мор, уже вы не раскаетесь, и этот человек покидает дом хлеба в Вифлеем, и он уходит в поле Моавицке, умер сам там, его сыновья там умерли, осталась Наймень с двумя невестками, невестки были Моавитянки, она взяла их за сыновей, а потом сыновья умерли, и она осталась с невестками. У невесток интересные имена, у одной имя Орфа означает затылок, а у другой имя Руфь красивая, Руфь красивая, и когда Наймень, это приятность, хочет вернуться назад в Бетлехем, она услышала, что в Вифлееме есть хлеб, Господь позаботился о своем народе, невестки хотят идти с ней, а она их начинает отговаривать, она говорит, по закону Божию у вас нет никакого будущего в нашем народе, в нашей земле, ведь в Писании сказано, Моавитянин и в десятом поколении не войдет народ Божий. И Орфа соглашается, разворачивается и уходит к своим богам, то есть поворачивается к богу Израиля затылком, что соответствует ее имени Орфа, а Руфь остается с ней. Руфь идет с ней в Вифлеем, и Руфь, это та удивительная женщина, она не еврейка, это великая душа, это прабабка царя Давида, прабабка царя Давида. Вот я привел этот пример, чтобы вам стало понятно, какое значение имеют говорящие имена в Библии. И когда вы будете самостоятельно изучать Писание, очень хорошо, если у вас будет какой-то справочник с переводом всех географических наименований, что это означает на русском языке, то или иное наименование, как, например, Бетлихэм, дом хлеба, Вифлеем, или Иерусалим, что означает Иерусалим, или Хеврон, или какое-то имя какого-то человека, и какой в этом смысле. На это надо очень обращать внимание. В целом надо сказать, что имен Божьих основных в Ветхом Завете где-то десять. Но в нашей транслитерации мы имеем еще имя Саваоф, по-еврейски Цабаот, бог воинств, и мы имеем Адонай, Адонай, вот как Перемии читают иногда из Ветхого Завета, вы, наверное, слышите это имя Божие, Адонай возглашает чтец, оно означает Господин Господь, тот, кто хозяин над всем этим миром. Следующий очень важный момент это Драш или Медраш, это еще один уровень прочтения еврейского текста. Драш это аллегорическое прочтение текста, но которое отталкивается от буквального понимания текста, от буквального понимания текста. Что это может означать? Ну, например, сказано в Ковчеге спаслося восемь душ. Восемь душ. возникает вопрос, а почему сказано восемь душ? А что, тела потонули, что ли? Только души спаслись? Это что, корабль с призраками, что ли, был? Что это? Непонятно. Корабль-призрак какой-то. И буквальное истолкование предлагает нам согласиться с тем, что сначала эти люди спасли свои души, потому что они исповедовали единобожие, не стали язычниками, не исказили свой образ жизни и через спасение их душ спаслись их тела. Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп человек даст за душу свою. Это пример такого буквального понимания. Или, например, мы с вами открываем 12-ю главу книги Батия. И здесь есть такой текст, это 5-й стих. «И взял Авраам с собой Сару жену свою Лота сына брата своего и все имение, которое они приобрели и всех людей, которых они имели в Харане». На самом деле дословно перевод будет такой, что они взяли с собой всех людей, которых они сделали в Харане. Причем там сказано не людей, а взяли с собой души, которые они сделали в Харане. Кстати, славянский текст в этом смысле он ближе к еврейскому. Там слово душа встречается значительно чаще. А как это души, которые они сделали? Что у них там фабрика была какая-то по изготовлению душ и кто это они сделали? Экзегеза предлагает такое решение. Авраам проповедовал единобожие мужчинам, Сара проповедовала единобожие женщинам. Сделали души, то есть они обратили их к Богу. Они обратили их к Богу и община Авраама она росла за счет этих обращенных людей, которые вступали в веру в единого Бога. Главный заповедь Израиля Адонай и Хад то есть Господь един и вот эти принципы единобожие они провозглашали. Собственно говоря, любой перевод вот это надо тоже запомнить это комментарий. Любой перевод Библии это комментарий. И поэтому мы можем пользоваться только таким текстом Библии, который имеет одобрение нашей церкви, благословение нашей церкви. И выбирая для себя удобное издание Библии, всегда смотрите, чтобы там было благословение Святейшего Патриарха. Обычно оно располагается в начале текста, где титульный лист и с другой стороны. В древолюционных изданиях обычно писали, что по благословению Священного Синода или Святейшего Синода публикуется то-то или другое издание Библии. Самостоятельно человек не может понять библейское откровение, оно недоступно для самостоятельного постижения, потому что книга всегда была книгой церкви, об этом мы тоже с вами говорили, это книга традиций, и второе послание Петра, 3 глава 15-16 стих, апостол Петр прямо пишет, что есть две категории лиц, невежды и неутвержденные, которые к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания. То есть есть люди, которые читают Библию вне традиции, но на самом деле они общаются не со Словом Божьим, а со своим субъективным пониманием этого текста, и это очень опасно. И мы знаем, что когда Христа спрашивали, как спастись, иногда он отвечал вопросом на вопрос, как читаешь, потому что по-разному можно читать один и тот же текст, и в некоторых случаях эта буква она убивает, как Павел пишет, букву убивает, а Дух животворит. А Дух Святой действует через священное предание, то есть через святоотеческую традицию, которая нам помогает лучше понимать библейское откровение. И четвертый уровень, который тоже известен в древней ветхозаветной экзогезе, это сот. Сот – тайна. Почти все отцы-синаиты – это все добротолюбие – давали истолкование книг Ветхого да и Нового Завета в этой парадигме. Сот – тайна. То есть у них все имеет такое таинственно жесткое аллегорическое истолкование. Например, исход из Египта. На самом деле фараон – это дьявол, Египет – это прежняя наша греховная жизнь, бегство из Египта – это поиск церкви, проход сквозь Черное море – это крещение, битва с Амаликом – это искушение после крещения, странствование по пустыне в течение сорока лет на пути в Ханаан – это земная жизнь, земная церковь так и называется, странствующая или воинствующая, а вхождение в святую землю – это вхождение в Царствие Божие. То есть отцы-синаиты как правило придерживались только аллегорического истолкования. Даже есть такой красивый пример в книге Левит сказано, что нельзя есть рыбу, которая не имеет плавников. Древние говорили оперений, не имеет оперений. Имеется ввиду вот эти угри Библия как бы запрещает их есть, потому что нету никаких вот этих плавников, оперений, а святая дают объяснение опять же монашеской традиции синаитов, что такое рыба, которая не имеет плавников. Это христианин, который не может оторваться от своей прежней греховной жизни. Как такая рыба, как змея ползает по дну и не может подняться выше, так он не может воспарить над своим прошлым и все время утягивает назад в эту пучину греховных глубин. И таким образом отцы истолковывали буквально все. И получается, что когда мы применяем вот эти методы, они рождаются в ветхозаательной традиции, но потом находят свое как продолжение в новозаветной традиции, уже не ветхозаветной, мы можем таким образом истолковать весь текст. Ну, например, сказано в Псалтире, помните, разбейте младенцев их о камни. Ну, неужели Библия нас призывает разбивать младенцев о камни? Святая цедаёт объяснение, речь идёт о том, что если твой грех ещё в младенческом мыслимом состоянии, тебе надо сокрушить его о камень веры. Камень веры – это Христос. Иными словами, читай Иисусову молитву, и эти мысли греховные в их младенческом состоянии, они будут разбиты о камень веры в Иисуса Христа. И ты освободись от этих мыслей. А если твоя греховная мысль вырастет в поступок, тогда уже значительно сложнее будет справиться, поэтому лучше разбить греховный помысл в его младенческом состоянии. То есть речь никаких младенцев, конечно же, не идёт. Таким образом, мы видим, что при исследовании Писания надо придерживаться разных уровней прочтения, изыскания этого текста. И самое последнее в этой вводной части это какие правила существовали древнехристианские экзегезы. Ну, во-первых, мы увидели преемство между Ветхозаветной экзегезой и Новозаветной. Как Ветхозаветная экзегеза, она состоялась в христианской традиции. Антиохийская школа, Александрийская школа аллегорическое столкование, Амвросий-Медиаланский аллегорическое столкование, отцы синаиты тоже, собственно говоря, аллегорическое столкование, но где-то половина на половину. Некоторые придерживались историка нравственного объяснения библейского текста, а некоторые вот все-таки аллегорический смысл ставили на первое место, особенно тогда, когда речь шла о Ветхозаветных текстах, потому что Ветхозаветный текст сам по себе это некий образ, икона событий Нового Завета. Образ икона событий Нового Завета, и этот образ, его надо распознать, как любая икона, она несет на себе некую символическую нагрузку, так и таким же образом, таким же образом очень важно нам понять тот или иной текст, применяя разные способы его истолкования. И теперь, пожалуй, вводную часть мы закончили. Если у вас какие-то вопросы есть, я бы на них ответил. А в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы уже непосредственно приступим к изучению текста, и с Божьей помощью будем проводить по нему занятия. Книга «Бытия», она также называется «Генезис», то есть происхождение, имеется в виду происхождение всех вещей и всех явлений. Мы будем изучать ее не целиком, а до событий потопа, то есть гибель первого мира, то есть то, что описывается как сотворение мира, жизнь в раю, изгнание из рая, и потом события, связанные с потопом, и потом как люди выжили, и ковчег оказался на горе Арарат, и начинается как бы новый формат человеческого бытия, который таинственно указывает на события вхождения верующих в Царствие Небесное, и жизнь вечную. Субтитры Небесное, субтитры Субтитры Небесное, субтитры Небесное, субтитры Субтитры